Нет опыта – плати. Обязательное страхование автогражданской ответственности, сокращенно ОСАГО, в этом году изменилось. И речь не о традиционном увеличении их стоимости. Напротив, для некоторых цена на автогражданку уменьшится. Теперь коэффициент возраста и стажа вместо привычных четырех значений будет иметь 58 ступеней. Для каждой категории свои скидки и переплаты. Для лиц старше 30 лет и водительским стажем более 9 скидка на ОСАГО составит 4%. Для автомобилистов старше 35 и стажем 6 лет – 1%. Для общей, главной категории водителей, в общем-то, существенно ничего не меняется. И, конечно, суммы будут уже изменены на какие-то небольшие отклонения. Но, в общем, это будет от 1 до 4%. Как в большую сторону, так и в меньшую. Все зависит от возраста и стажа водителей. Существенные изменения коснулись ставки базового тарифа на 20% плюс и минус. Диапазон цен для легковых автомобилей составит от 2750 до почти 5000 рублей. Вместо действовавшего ранее коридора в 3500 и 4100 рублей. У страховщиков появилась свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже текущего. В зависимости от ситуации в конкретном регионе. Алтайский край не входит в топ убыточных. Поэтому резкий рост в большинстве компаний не прогнозируется. Эти изменения – первый этап реформы по либерализации ОСАГО. Они предполагают использование более индивидуального тарифа для каждого автовладельца. Так как сейчас 80% аккуратных водителей оплачивают риски оставшихся 20% нарушителей, попадающих в аварии. Законодательные инновации заставят автовладельцев с высоким уровнем аварийности изменить свое поведение на дороге. Новое указание от Центробанка упорядочивает коэффициент бонус-малус. Он присваивается за количество убытков страховой компании. Если водитель не совершал аварий, то этот коэффициент сокращается с каждым годом на 5%. Если он виновен в ДТП, то его ждет повышение сразу на несколько позиций. Работу новой тарифной политики можно оценить уже сейчас. Но и без этого ясно, что для водителей и для страховщиков дешевле ездить аккуратно и без ДТП. Вадим Слюсарев, Михаил Лифуншан. Новости.